Друзья, сегодня мы снимем классический вариант защиты, который состоит из трех принципов. Высокий соперник работает с низким. Здесь мы показываем три пазовых принципа работы. По вашему, скажем так, просьбам и заявкам. Наши звездают ютуба Виталий сегодня продемонстрируют. На технику внимания принципиально не обращается. Здесь основные моменты, основные принципы, которые, скажем так, важны в работе соперников. Вот Евгений Макаренко, олимпийский призер, чемпион многократного мира, вот он работал высокий соперник примерно к такому принципу. Первый вариант – это задача левой рукой убежать низкого соперника на дистанции. Соответственно, щупаем передней рукой, джебный соперник постоянно стараемся опереться, и как только есть точка попадания, добавляем фразу. Хорошо. Второй вариант, второй вариант работы заключается в том, чтобы соперник низкий начинал делать различные защиты по поводу, и, соответственно, в талии уже не может попасть левой рукой. Теперь мы опускаем пациент немножко ниже, идем не в голову, а идем левой рукой еще ниже в корпусе. Тем самым, на левой рукой все равно цепляемся за соперника. И, зацепившись за соперника, мы продолжаем вызывать атаку опять правую руку. Раз, два, так, быстрее. Раз, два, левый спец, раз, право, да. Левый спец, хорошо. Пауза. Все. И теперь, скажем так, выход из атаки, то есть мы пробили северу, и обязательно должны выйти под левую руку. То есть, понимаем, левой рукой нащупали, правой, пробили в какую-то другую плоскость, или снизу леска, и слева прямым вышли за атаки. Пойдем, прибавляем. Чуть полости очень умные. Ага. Вот, вот, молодец, хорошо. Раз, два, три, раз, два, три, хорошо, молодец, вот так, и опять на левую тяну. Молодец, стоп. Хорошо, парни, руку пожали. Все, спасибо большое.